здравствуйте дорогие друзья это анапа сегодня 14 мая 2019 года я нахожусь на вот этом вот пирсе и иду в море а там у нас какой-то провал интересный вообще конечно штормами этот пирс разбивает и я вот сейчас там в начале шоу там вообще вот эти вот поперечные палочки они просто некоторые уже сломались под тяжестью проходящих оставшиеся они так прямо прогибаются это при моем таком небольшом весе вот а если такой пойдет человек грузный два раза тяжелее меня конечно они не выдержит вот ну смотрим вообще конечно вот эти вот лера тоже упали вот вот здесь вот допустим тут специальные крючки не зачем отрос тяжелый его и не поднимешь поэтому вот сюда он цепляется вот вода чистая такая прямо через очки она у меня такого цвета о а без такого бутылочного цвета вода очень красивая а вот я без очков ой 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 а какое все ржавое то прямо вот эти вот швелера так они просто вообще про прогнили насквозь и все держится только вот на этих вот боковых ребрах но в ржавом в ржавом цвете если что-то такое вот очень притягательная какая такая старина и запущенность и я недавно смотрел варламова и там не варламова вернее а гершмана вот и в некоторых европейских городах не сносят какие-то старые постройки вот типа ангаров там каких-то старых заводов вот а преобразуют их ну в какие-то общественное пространство в парке в помещения там для людей в чем создают вот я к чему говорю что оставляют в эту старину кирпичи какие-то старые там допустим я не знаю конструкции машины все это вот они там где-то оставляют в таком виде где-то подкрашивают а где-то наоборот что-то новое наоборот стилизуют и красят под ржавчину вот оформляют вот так очень чтобы все гармонично смотрелось надеюсь что мы доживем до тех времен когда люди будут тоже подходить благоустройству каких-то пространство общественных место отдыха с большой любовью а с выдумкой не банально чтобы было все хорошо вот я сейчас смотрю на этот мостик да и в принципе даже то что вот эти вот такие вот эти стойки да они тоже с налетом ржавчины и вот этот леер идет он такой ржавый тоже трос но в этом есть вот что-то такое вот привлекательное вот по на мой взгляд вот конечно все это должно быть укреплено потому что скоро сюда пойдут люди и дети все это должно быть надежно чтобы не провалиться под воду ну здесь мелко друзья вот здесь вот воробью по колено вот я кстати здесь не в свое время потерял свой серебряный крест еще когда мы отдыхали это был по-моему тринадцатый год вот и я с машей зашел на руках вот но она что-то там игралась махала руками и сдернул от меня цепочку и крест мой утонул вот и я за ним нырял ну поскольку я не мог так тщательно искать потому что маша у меня была в поплавках на у нее на предплечьях вернее на плечах были такие поплавки 2 надуты она была еще совсем маленькой вот и она конечно держалась на воде а я в это время нырял искал свой крест но так и не нашел вот так он где-то здесь а я сейчас смотрю вот здесь вон там трубка люди водолазы ну или как их назвать дайверы до сих пор здесь ищет какие-то вот находки потому что люди много чего теряют а штормами это все поднимается на поверхность наружу находят находят очень много вот ну вот такой вид я думаю он вам тоже понравился там стоит какой-то какое-то подъемное устройство ну это вид на порт вода сегодня конечно изумительная очень красивая зеленоватого такого бирюзового оттенка ветер конечно но не обессудьте у меня нету ветрозащиты как как получилось так получилось зато это откровенно зато это от души и я сейчас опа провалился у меня велосипед и все и и дальше пойду здорово конечно красиво на воду смотреть одно удовольствие я думаю сейчас вам это мое настроение передается передается настроение народ уже в анапу поехал уже по некоторым признакам а вижу что это люди отдыхающие даже видел надутым кругом но это вообще такая первая примета когда идет человек одет по-летнему в шортах в шлепках очень много людей в шлепках хотя это знаете очень неудобная обувь я об этом уже говорил лучше хорошую такую кожаную обувь с ремешками чтобы нога не была напряжена а вот их вот дурацких панталетах которые продают в магнитах там или магазинах типа мега мир там за копейки ну я не знаю очень тяжело уходить а вот смотришь люди ходят поэтому чтобы как-то чувствовать себя комфортно отдыхать по-настоящему позаботиться прежде всего об обуви потому что много приходится ходить пешком поэтому об шлепках ходить но это я считаю и некрасиво смотрятся шлепки вообще в городе вот но и неудобно вот так вот приметы это конечно шорты шлепки майки и конечно вот надувные различные там круги и матрасы вот видел я уже я видел там вот женщины тоже две женщины купались тоже там ловит чего-то еще одно колесо обозрения будет в анапе то есть вот одно колесо обозрения вот сейчас оно в центре кадра это колесо обозрения самое высокое в анапе и одно из высоких на вообще на черноморском побережье это в парке джунгли одно колесо обозрения маленькая желтенькая его здесь вот там сейчас не видно она за деревом как раз это в парке 30-летия победы и еще одно колесо тоже достаточно высокая вот она здесь вот белая там еще нет кабинок я думаю вы тоже вы сейчас можете рассмотреть вот это тоже тоже в парке 30-летия победы вот ну и что друзья давайте до следующего включения следующее включение я покажу вам как на пляж центральный привозят песок но вернее вы уже привезли и уже кое-где ровняют ставьте лайки подписывайтесь на мой канал нажимайте значок колокольчик чтобы получать уведомления смотрите предложенное видео в конечных заставках и смотрите еще видео по подсказкам которые всплывают в верхнем правом углу вашего экрана всего вам доброго до свидания